От момента замеса до выпуска на упаковку проходит несколько часов. За это время бесформенный комок теста превращается в аппетитный румяный хлеб. После разделки, растоки и выпечки, еще горячие ароматные батоны с золотистой хрустящей корочкой отправляются на прилавок. У нас ежедневно порядка 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий представлено. Ориентировочно где-то около 800 тонн мы каждый день хлеба выпускали. Наиболее популярные какие востребованы? Обычный белый хлеб? Да, конечно, по продажам это у нас столичный хлеб ржаной и хлеб высшего сорта. И у нас очень хорошие продажи новых хлебов, которые порядка последних двух лет мы производим. Это и хлеб кукурузный с сыром, и хлеб крайний север, очень популярен в городе. В этом году пекари городского центра торговли представили еще две хлебные новинки. На полках магазинов появились хлеб норвежский и багет итальянский. Не только вкусные, но и очень полезные сорта понравились многим белоярцам. Секретные ингредиенты – это непосредственно багет итальянский. У нас сухая смесь с кусочками вяленых томатов и итальянскими травами. Багет очень ароматный, очень вкусный. А второй вид хлеба? Провень хлеба – это норвежский с ламинарием. Так как на севере у нас недостаток йода, этот хлеб очень полезен для жителей нашего города. Спросом пользуется не только хлеб, но и кондитерская продукция предприятия. Это трубочки, корзиночки с кремом, слойки и кексы. У нас здесь такая линия именно советских кондитерских изделий, которые очень любят и взрослые, и дети. И порядка, наверное, 30-40 ежедневно изделий мы изготавливаем. И к концу дня, если прийти в часиках 8-9, конечно, ничего этого уже нету, потому что в течение дня все расходится. К началу весны коллектив городского центра торговли планирует порадовать белоярских сладкоежек. В продаже появятся сдобные булочки с разнообразными фруктово-ягодными начинками.